МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задачи ставил перед собой исполняющие обязанности главы республики и смог ли заслужить доверие будущих избирателей? Мнение экспертов народа спросила Ольга Арсенукаева. Кто скрывается под псевдонимом БЦ и почему сегодня этот человек объединяет? Десятки ученых расскажет Сергей Соголов. Улан-Удэ 60-х погрузиться в прошлое и проникнуться творчеством. Буды Садыкова поможет и Нина Немаева. Почему Алексей Цигенов мечтает о клонировании, не любит протекции и сколько денег смог выбить для республики? В Рио подвыл итоги первых 100 дней. Что успел сделать, он сам и рассказал журналистам республиканских СМИ. Внимательно выслушал его и Герман Голсанов. Алексей Цигенов почти час представлял журналистам итоги 100 дней. Это порядка двух десятков пунктов. Так только на дороге республики удалось привлечь более 6 миллиардов рублей. На Улан-Удэнские очистные сооружения выделено 300 миллионов. Уже сейчас снижены тарифы на внутриреспубликанские авиаперевозки и увеличена их частота. Речь о бамовских районах Бурятии. Сегодня, кстати, первый рейс. Вылетаю туда. У нас теперь три рейса в неделю на Нижний Ангарск, два рейса в неделю на Токсима. Цена билета 6 тысяч Нижний Ангарск, 7 тысяч Токсима. Удалось выбить более 300 миллионов на компенсацию последствий засухи. Именно выбить, потому что по формальным признакам эти деньги нам не положены. По словам Алексея Цыденова, его инициативы не всегда сразу получали поддержку. Приходилось плотно работать с федеральным правительством, чтобы получить результат. Любое решение, оно вот так вот не состоится. О том, что мы там попросили, я сказал, что будьте добры, у меня вот выборы. Я сказал, держи, чтобы у тебя все было хорошо. Так вот не проходит. Не сразу удалось добиться решения по тарифу на свет для населения. С 1 июля он не повысится, а наоборот снизится на 12 копеек. И пока исполняющий обязанности с осторожностью говорит о попытках войти в особую зону тарифообразования, куда входят северокавказские регионы и Тыва. Это позволило бы снизить еще на рубль цены на электричество для юридических лиц. Идет работа с федеральными органами над разумным решением проблемы водоохранной зоны Байкала. В общем, руководителю республики нужно быть одновременно и здесь, и в Москве. По-хорошему мне надо быть и постоянно в Москве, и постоянно в республике. Тогда, конечно, был бы эффект лучше. Клонирование пока еще у нас не реализовано. Тем не менее, Алексей Циденов уже объехал пол республики. По итогам поездок и встреч с местными жителями дано порядка 150 поручений для решения местных проблем. Алексей Циденов признает, сейчас их часто приходится решать в ручном режиме. А нужны системные решения. Для этого нужна команда. Ряд действующих членов правительства прошли обучение и переподготовку. По словам Алексея Циденова, они уже себя показали. И, вероятно, войдут в его команду. Отдельного внимания стоит позиция Алексея Циденова по ВИП-пенсиям. Как выяснилось, он против отмены доплат чиновникам. И готов, что его за это, цитата, просклоняют. Надо этих ВИП-пенсионеров по головам сначала посчитать, и кто что получает. Для этого надо провести ревизию должностей и убрать из списка многочисленных заместителей. А также учитывать стаж работы при начислении доплаты. Если мы хотим, чтобы работали квалифицированные люди и работали честно, то тогда они должны понимать, за что они работают. Потому что человек активный, с возможностями, в уме, понимая, что он выйдет на пенсию и будет получать минимум, он все-таки пойдет это искать себя в бизнесе. Я понимаю, что другие пенсионеры получают меньше. Но то, что мы сделаем ВИП-пенсии меньше, у них от этого больше пенсии не станет. Подобная позиция идет вразрез с массовым представлением о ситуации с ВИП-пенсиями. Получается, Алексей Цыгенов уже может себе позволить делать такие заявления без оглядки на общественное мнение. Что это самоуверенность или решительность? Свою оценку 100 дням у руля республики дали политологи. Мнение экспертов выслушала Ольга Арсенукаева. Вникнуть во все и помочь всем. Политический настрой нового руководителя республики за минувшие 100 дней не почувствовать было сложно. Но больше это было похоже на азарт. Молодой политик брал на амбразуру самые сложные вопросы. Бросался в поля и давал обещания. Что это? Искренние порывы или продуманный пиар-ход? Пиар-компания незаметна. Алексею Замбовичу удалось привнести определенный новый стиль и управления, и действия. Но перебор может заключаться в том, что чрезмерно насыщенная информационная составляющая. Как будто нет других структур и других забот. Окружение Алексея Цыгенова, по всей видимости, считает иначе. Кашу маслом не испортишь. Но монета о двух сторонах. Часто молодые амбициозные руководители позиционируют себя как технократы. Всегда ли это хорошо? Технократ — это как некий такой прибор, механизм. Механизм нужен только тогда, когда он работает хорошо. Сейчас у людей возникло за эти 100 дней, на мой взгляд, такое ощущение, что вот сейчас все изменится, и изменится очень быстро и кардинально к лучшему. Может получиться так, что когда прозвучавшие обещания, когда прозвучавшие проекты не воплотятся в полной мере или воплотятся не так, как представляли люди, это приведет все к тому, что скажут, а что изменилось. Столкнуться с такими вопросами, возможно, придется уже скоро. От временно исполняющего обязанности главы ждут главного — программу развития. Ее Алексей Цыгенов так и не представил. Должны быть обозначены основные принципы, в том числе и в кадровой политике, ну и, скажем, в сельском хозяйстве или же в промышленности, в сфере взаимодействия с обществом. В течение первых 100 дней уже надо было бы обозначить это. Такой пробел может стоить Алексею Цыгенову ярлыком временчик. Так было с его предшественником. Но притирка к озерной и таежной только началась. Оценивать 100 дней временно исполняющих обязанностей — это не совсем правильно. Но учитывая его полномочия и, самое главное, их объем не совсем уместен. Правильно, нужно оценивать 100 дней уже главы республики Бурятия. Со слов экспертов, повторная стометровка для Алексея Цыгенова вполне возможна. Активная позиция руководителя увеличивает и шансы на победу в выборах. Главное — не оступиться на финишной прямой. Ольга Арсунукаева, Батар Халматов, телекомпания «Оригус». А как вы оцениваете работу Алексея Цыгенова? Мы спросили у горожан. Я даже и не заметил, что что-то изменилось. И что он работает этот, как Алексей Цыгенов. Я жду, не дождусь, когда его главой Бурятия назовем. Я за ним все равно в прессе слежу, я, он что-то делает для Бурятия. Какие-то деньги убивает. Пока финансирование Москва спускает, поэтому результаты есть. Все старое руководство разбросал. Тоже это очень хорошо, потому что они настолько нахватались, что дальше уже некуда. Знаю, что с ребятами пел по изгибе гитары желтой. Что еще знаю? Знаю, что он нашему Байкалу полтора миллиона выделил, чтобы они поехали выступить на танцах. Вроде рейсы пообещали. Ну, пока как бы только обещание. То же самое. Та же зарплата, тоже все. Я считаю, если его поставили, значит, он достойный человек. Я его не знаю, поэтому, о чем меня его оценивают. По крайней мере, он во многих процессах происходящих в городе участвует. Его видно на телевидении. Ты что ты думаешь? Я даже телевизор не смотрю, пока мне некогда. Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Не средство передвижения, а недвижимость. Как в Лануде вместо машины не купить автохлам, выяснял дежурный по городу. Кому противопожарный режим, а кому пустой звук. О ситуации в лесном массиве Бурятии в материале Артемия Шакова. Очередное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта на пешеходном переходе сбил женщину. Подробности этого и других ЧП расскажет сержант Мердегеева. Сержант, и так где произошел наезд и что с пострадавшей? Женщине повезло, ее осмотрели на месте и отпустили. А произошло это на остановке «Обелиск» около 6 часов вечера. Видимость была стопроцентная, поэтому непонятно, почему водитель не заметил пешехода. Вероятно, не хватило опыта. Вот что говорят автоинспекторы. Водитель не самим транспортным средством предварительно наехал, а задел, пытался уйти от столкновения, задел ее своей частью тела. Стоит отметить тот факт, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством, не имея на данные транспортных средств категории А. Отделались испугом сегодня и пешеходы на остановке «Пятый километр». Буквально у них перед носом иномарка на полном ходу врезалась в светофор. Это произошло в утренний час пик. Водитель «Тойоту Пробокс» просто не справился с управлением. Мета-свидетельствование показало. Он был трезв. Пострадавших нет. Светофор работает в штатном режиме. Еще одна нелепая авария сегодня произошла с водителем автобуса. У него на ходу отвалилось колесо. Просто чудо, что оно ни в кого не прилетело. Автобус двигался по маршруту. Около 12 часов дня пересекал Удинский мост. В это время и отлетело переднее колесо. Автобус накренился на балку. Никто не пострадал. Сильную моральную травму получила участница другого происшествия. На девушку напал эксбекционист. Это случилось в микрорайоне Комушко около 8 часов вечера. Она шла по безлюдной дороге. Неожиданно ее обогнал мужчина, снял брюки и сделал неприличное предложение. Девушка от страха убежала в обратную сторону и вызвала полицию. Подозреваемого так и не задержали. На место происшествия выехал автопатруль. Был отработан расположенный рядом торговый центр, а также ближайший жилмассив. Опрошены свидетели. Ориентировка передана наружным службам для дальнейшего реагирования. Подозревается мужчина европейской внешности, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, 25-30 лет. А вот не менее наглых преступников грабителей уже удалось поймать. Трое вооруженных молодых людей нападали на прохожих средь бела дня. Отбирали, как правило, телефоны или планшетники. Оказалось, ранее они отбывали срок в одной колонии. Видимо, решили не расставаться и на свободе. Жили по принципу «украл, выпил в тюрьму». Он нам не давал, сказал, нет у него телефона. Достал пистолет, ствол, выдернул телефон и побежали во дворы. В этот же день подошел таксист. Женщина там сидела в планшете, я его выхватывал. Познакомился в интернете с женщиной. Выпивали, выпивали. Потом она уснула. Я забрал телефон и ушел. Вооружились домкратами и кирпичами другие любители легконаживы. Те, кто разувают чужие машины. И хотя они действовали под покровом ночи, скрыться им не удалось. Их заметили в одном из дворов по улице Жердева около трех часов ночи. К моменту приезда сотрудников молодые люди успели снять одно колесо. А вот убежать не удалось. Не сразу заметили пропажу продавцы спортивного магазина. Очевидно, потому что награбленная воришка мог сразу надеть на себя. Похитители джемпера и трико теперь ищут по фотороботу. Кража подозревается азиат. Возраст около 20 лет. Рост около 170. Одет был в черную ветровку, спортивные трико и кроссовки с белой подошвой. И возвращаясь к ситуации на дорогах. Бурятия присоединилась к акции «Глобальная неделя безопасности». Снизить скорость и соблюдать правила призывают горожан, сотрудники ГИБДД на родительских собраниях и предприятиях. Госавтоинспекция призывает гостей и жителей Бурятии. Также не оставаться в стороне, поддержать данную акцию. Отмечу, количество ДТП на дорогах Бурятии с начала года сократилось на 6%. Быть внимательными нужно не только за рулем, но и при покупке автомобиля. Схема работы недобросовестных перекупщиков. Продал, скрылся. При такой сделке автолюбители покупают практически кота в мешке. И далеко с таким подходом не уедешь. Дежурный по городу выяснял, как не нарваться на автохлам. Герой нашего сюжета специально приехал в Улан-Удэ, чтобы купить автомобиль. На нем он надеялся вернуться домой. Но не тут-то было. Машина заглохла в самом начале пути. Ну что, Максим, заводится сейчас машина? Заводится, заводится. Но ехать на этом автомобиле можно не больше 40 км в час. Я отъехал от авторынка ровно километр. И машина встала. Уже на СТО мужчина узнал, двигатель неисправен. Ремонт стоит почти столько же, сколько сама машина. Контрактный двигатель стоит 120 тысяч рублей. Плюс 40 тысяч рублей коробка на него стоит. Ну и, соответственно, работа 1020. Продавец, у кого я покупал, он перекуп. Он уже сбежал. Пытался до него дозвониться, три раза сюда возвращался. Здесь его не было. Продавец автохлама вне зоны доступа. Попробуем выяснить у администрации авторынка, где можно найти мужчину. Какие данные? У нас нет никаких данных? В смысле у вас нет данных? У них у вас арендуют место. А если сегодня один, завтра другой, послезавтра третий? Вы записываете? Не записываем. Если вам просто платят деньги, вы сюда запускаете кого угодно. Аренда места на рынке 50-200 рублей. Копейки по сравнению с возможной прибылью. А гарантии на машины с пробегом никто не дает. Допустим, если до 200 тысяч машина стоит, то есть до 250. Не факт, что он из 100 километров проедет. Для этого люди на диагностику в автомобиле гоняют. Покупая на свой страх. Покупка бэушного автомобиля – это, в принципе, покупка кота в мешке. Найти продавца будет нелегко, но мы попробуем помочь гостю решить его проблему. Ну а если и вы столкнулись с несправедливостью, звоните дежурному по городу. Вместе мы найдем выход из ситуации. Светлана Семеренко, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». 18 уголовных дел за уничтожение лесов возбудили в Брятии с начала пожароопасного периода. Запрет на посещение леса действует уже больше месяца. Но как он соблюдается, выяснял Артемий Ушаков. Все, собираем манаточки потихонечку. Все, потихонечку. Все, ребят, не чай распиваем, собираем манатки. Мне понятно, понятно. Особый противопожарный режим означает запрет на любое посещение леса. Нельзя курить, жечь костры и даже рыбу ловить на лесных водоемах. С начала этого года леса бурятий горели уже 158 раз. Почти всегда по вине человека. Люди едут в лес, несмотря на запреты. В том числе в особо охраняемой территории Прибайкалья. На колок большое количество. Выезжает людей отдохнуть, разжигают костры. В связи с этим разгораются пожары. Нарушителей здесь находят даже в будние дни. Несмотря на патрулирование и штрафы, они разбивают в лесу целые лагеря. Именно из-за таких посиделок два года назад Кикинский лесхоз потерял 15 тысяч гектаров. Тогда усилили патрулирование. Теперь большинство туристов, заметив лесничих, убегают, бросая костры. Патрулю остается только ликвидировать последствия. Можно проложить минполосу. Ранцевое опрыскивание можно остановить пламя беглого огня. И продолжить тушение. Но для этого привлекать приходится уже силы МЧС. Их дознавателям удалось установить виновных в 13 лесных пожарах. Еще 200 нарушителей оштрафованы за посещение леса. Общая сумма штрафа составила 920 тысяч рублей. Для сравнения, ущерб от лесных пожаров в этом году уже исчисляется десятками миллионов. Артемий Шоков, Батрахалматов, телекомпания «Аригус». Криминологические чтения прошли в ВГУ. Который год их проводят в память одного из основателей юридического факультета, легендарного юриста Бадмансирена Церинжапова. Впервые в конференции участвует один из ведущих криминологов страны, профессор Яков Гелинский. Со слов эксперта, с 90-х годов прошлого столетия в России наблюдается спад уровня преступности. Это подтверждает и местная статистика. За 2015 год в Бурятии совершили почти 28 тысяч преступлений, а за 2016 на 4,5 меньше. Основной субъект большинства так называемых уличных преступлений, убийства, изнасилования, грабежи, кражи и так далее, это подростки и молодежи. А подростки и молодежи где сейчас? Они в виртуальном мире. Там же стрелялки, поэтому там же происходит самоутверждение посредством вот этих стрелялок. Исследования двух американских университетов показывают, что если на рынок вот этих игр компьютерных выкидываются новые какие-то игры, уровень преступности сокращается на 30%. На секциях юристы проанализируют региональные особенности преступности, обсудят их закономерности, а главное – профилактику. Криминологические чтения открывают и дни Монголии на юридическом факультете. В БГУ высадится десант юридического сообщества соседней страны. И о чем еще расскажет «Восточный экспресс». Улан-Удэ 60-х погрузиться в прошлое и проникнуться творчеством Буды Садыкова поможет и Нина Немаева. Итоги года подвели 32-й школе на праздники спортивных побед. Попылал Алексей Дургов. В «Дар городу» 23 картины бурятского художника Буды Садыкова переданы в музей имени Сампилова. Почему эти полота называют машиной времени, а самого художника – певцом Улан-Удэ? Далее в материале и Нина Немаевой. Это улица Ленина сегодня и так она выглядела в 60-х. Картина Буды Садыкова словно машина времени переносит в Улан-Удэ прошлого века. Народный художник Бурятия родился в небольшом селе Аларского района, а зыживописи начал постигать с детства. Сначала на уроках рисования у художника Мердегеева, потом в школе жизни, на войне. И только после в Иркутском художественном училище. Он сидит и читает. Он читает, читает. Я говорю, что ты читаешь, отец? Он говорит, как? Биографию читаю. А зачем? Он сказал, зачем? Возьми фотографию, пять секунд, вы же мастера. А он тогда ответил, я не фотограф, я художник. То есть я через картины должен передать характер человека. Так появились портреты революционера Трубачеева, партизана Баханова и народной артистки Степановой. Будда Сергеевич становится членом Союза художников страны. Правда, на родине заслуженного деятеля искусства привыкли звать иначе. Еще Буду Садыкову называют певцом города. Только воспевал он не голосом, а красками и тщательно проработанными образами. Например, на этой картине Улан-Удэ 1966 года. На нем универмаг центральный и вещевой рынок. Если приглядеться, то можно рассмотреть даже квасную бочку и павильон с газоводой. Чем не машина времени, проследить можно не только как жили люди, но и как менялся город в лучах солнца, моды и правящих режимов. Очень долго работал над картиной. Вначале карандашом, потом ручкой, потом это переносил на картон, вот такими, потом цветными карандашами. И вот мы фактически были свидетелями. Да, они картины для нас дорогие. И мы вот как могли их берегли, но мы не можем на них сидеть. Мы уже в возрасте. Решение это, это не скоротечное. Это решение было годами. Передать наследие художника городу решались четверть века. Ровно столько нет Будды Садыкова. Он ушел из жизни в 75 лет. Все это время полотна хранились в семейном архиве. С сегодняшнего дня более 20 картин народного художника можно будет увидеть в музее имени Сампилова. Енина Немаева, Виктор Немаев, телекомпания «Аридус». Спасибо. Праздник спортивных побед. В одной из олондонских школ ученики взяли за привычку раз в год рассказывать о своих спортивных достижениях. Теперь своим опытом они хотят поделиться со всеми. С мероприятия Алексей Турубов. Отец и сын Абрамские на школьных веселых стартах вместе впервые. Хотя тренируются чуть ли не ежедневно. На школьный праздник собрались около 20 таких же спортивных семей. Если вы имеете в семье детей, надо их подключать к активной жизни. Я играю в баскетбол уже 7 лет. Меня папа туда привел в детстве. Сказал, играю с ног в баскетбол. В 32-й школе более 2000 учеников. Больше половины посещают спортивные секции. А заммастерства их учит преподаватели физкультуры и тренеры детских спортивных школ. Есть классы одаренных детей. Это баскетболисты, когда отдельно они занимаются по отдельному режиму, расписанию. Проживают на территории нашей в интернате прямо. И есть просто секции. Это дзюдо, шоу, тэквондо, футбол, волейбол. В особенном спортивном классе особенные ребята. Это баскетболисты. В этом году команда «Байкал» стала призером чемпионата России. Завоевали бронзу в финале всероссийских состязаний школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Все по зернышку складывается с первого, со второго, с третьего класса. И в дальнейшем, естественно, через год, через два планируется создание спортивных классов. На базе каких возрастов мы еще не знаем. Ну вот седьмой, шестой. В этом году преобразился и школьный стадион. Сделали современное искусственное покрытие. Появится здесь и беговая дорожка, и баскетбольная площадка. И даже обновится бассейн. Замена системы вентиляции, сантехнические приборы, электроснабжение, раздевалки, ну и здесь косметический ремонт. На ремонт плавательного бассейна собирается потратить 4 миллиона рублей. В целом на все работы уйдет 18 миллионов. Официально стадион для спортивных семей планируют открыть уже к началу нового учебного года. Алексей Турбов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Продолжая отрадовать неофициальный календарь праздника, сегодня, к примеру, день дуделок и свистелок в свое удовольствие. И мы предложили горожанам посвистеть со смыслом, воспроизвести свои любимые песни, а заодно рассказать, как еще они любят проводить время и что делать в свое удовольствие. Своего удовольствия я люблю заниматься спортом, читать книги, ну, фантастику научную люблю, да. Играть в «Аркрафт». Я петь люблю. Просто так, для себя. Если есть свободное время, я люблю смотреть фильмы хорошие. Главное, чтобы они были интересны, со смыслом каким-нибудь. Своего удовольствия, но играть в футбол? Любически, конечно. С ребятами собираемся и играем. Вообще, я люблю читать книги. Любую литературу. Не знаю, поняли вы или нет, но, в общем, это расцветали яблони и груши. Рыбу ловить. Чем больше, тем лучше. С сазан, сом. Не принципиально. Главное, чтобы хорошо плевало. Узнали песню? Три танкиста, три веселого друга. Подошло время рубрики «Сфера интересов». Передаю слово Екатерине Шумал. Спасибо, что все это время были с нами. Все новости доступны на нашем сайте. Событие, которое ждали. Эконом-03 объявляет о самой большой распродаже за историю существования этого проекта. Запомните эти цифры. Только четыре дня. С 18 по 21 мая. 15 тысяч единиц качественной одежды со скидкой до 90%. Эконом-03 ждет тех, кто умеет покупать хорошие одежды по хорошей цене. В этот раз Эконом-03 выставляет женскую одежду производства Турции и Польши от двух крупных закрывающих сетей из Москвы и Омска. Брюки, юбки, плащи, блузки и многое другое. С 42 по 56 размер сезона весна-лето. В этот раз существенно увеличилось не только количество вещей. Это примерно объем 10-15 магазинов. Но и скидка. В среднем скидка составила 90%. Здесь цены ниже даже, чем в обычном экономе. А значит, самая высокая цена в экономе в эти дни будет 799 рублей. За эти деньги можно будет купить отличное шелковое платье или хороший плащ. А уж цена на брюки или юбки будет начинаться от 199 рублей. Большая распродажа Эконом-03 будет работать с 18 по 21 мая на улице Корабельной и в здании магазина «Спортмастер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова